В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с участниками специальной военной операции. Я впервые вижу, чтобы те, кто идет за ленточку, просили за тех, кто им что-то возит. На железнодорожной станции Калинина прошел профилактический рейд. Железная дорога – это повышенная опасность. Надо быть всегда бдительным. В храме Блаженной Ксении Петербургской в Слободе отметили престольный праздник. Я думаю, что наш русский народ ее любит и почитает. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с участниками специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске. Встреча прошла в администрации муниципалитета. Для гостей было организовано небольшое чаепитие. Во время беседы защитники Родины рассказали о своей службе, о том, с какими трудностями сталкиваются на передовой, о боевых буднях, о мужестве и храбрости солдат. Еще подчеркнули, что поддержка неравнодушных жителей округа для них сейчас очень важна. Особую благодарность они выразили волонтеру Светлане Лобановой. Каждые 10 дней Светлана отвозит на своей машине гуманитарную помощь на фронт. Светлана Лобанова 7 месяцев была волонтером в зоне СВО. После того, как получила две контузии, была отправлена домой. Но свою волонтерскую деятельность не оставила и продолжала поставлять бойцам все необходимое. Светлана, помимо того, что она привозит гуманитарку в большом объеме, она еще находится с ребятами там постоянно, поддерживает этот боевой дух. Требуется финансовая помощь именно для нее. Потому что мы, как я говорила, выдвигали ее на губернаторскую премию. К сожалению, она не выиграла. Но это надо оспаривать, оспаривать, оспаривать. В знак благодарности бойцы попросили главу оказать поддержку Светлане за ее труд. Мы точно будем включаться в эту историю. Я-то от вас хотел. Я впервые вижу, чтобы те, кто идет за ленточку, просили за тех, кто им что-то возит. Это впервые в моей практике. Действительно, вам-то чем помочь нужно? У нас, в принципе, все есть. Благодаря Светлане. Да, понятно. Такие встречи в неформальной обстановке помогают из первых уст узнать, что именно необходимо военнослужащим в зоне специальной военной операции и какая помощь им требуется. В Ленинском городском округе регулярно проводят профилактические рейды на станциях железной дороги. Такие меры необходимы в целях снижения смертельных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Железная дорога – зона повышенной опасности, где из-за невнимательности могут произойти трагические случаи. Как правило, из-за того, что люди пересекают пути перед движущимся поездом в неположенном месте. Для того, чтобы напомнить жителям о правилах поведения на железной дороге, в Ленинском округе на постоянной основе проводят профилактические рейды. Одно из таких мероприятий провели на станции Калинина. В ходе рейда мы хотим рассказать жителям об опасности, которая существует на железнодорожной транспортной инфраструктуре, невыполнение правил, которые приводят потом к смертельным случаям. Напомним, что находясь на станции в ожидании поезда, нельзя близко подходить к краю платформы. Переходить железную дорогу можно только через специальные пешеходные переходы. Станция Калинина оборудована одним из них. Рядом со станцией как раз находится санкционированный переход, который оборудован светошумовой сигнализацией. Поэтому оборудованный переход есть. Граждане сами сознательно двигаются по железнодорожным путям в неположенном месте. Железная дорога – это повышенная опасность. Надо быть всегда бдительным. Светофоры у нас работают регулярно, и звуковые сигналы тоже подают поезда. Большая часть людей соблюдает правила и переходит пути в установленном месте. Нужно ждать зеленый свет, чтобы поезда не было. Мы ждем, пока электричка пройдет. Здесь же зеленый. А потом идем. Участники рейда раздали информационные листовки прохожим. Такие профилактические мероприятия будут и дальше проводить в Ленинском городском округе. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В минувшую субботу в медицинских подразделениях Ленинского городского округа прошел единый день диспансеризации. Не стало исключением и врачебная амбулатория Южная. Что включает в себя осмотр и на что медики обращают особое внимание при обследовании пациентов, узнала Инга Янчук. В 2023 году стартовала федеральная программа по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни, нацеленная на сокращение рисков развития хронических заболеваний у населения. Профилактические осмотры можно пройти в любой день, но для людей, у которых нет возможности обследоваться в будни, проводятся единые дни диспансеризации. Во врачебной амбулатории Южная они проходят два раза в месяц по субботам. В зависимости от пола и возраста пациента у него бывает определенный набор исследований, которые он проходит, направленный как раз-таки на выявление хронических заболеваний или каких-то патологических состояний, которые характерны чаще всего для его возраста, для его возрастной группы. Основной упор ставится на раннее выявление неинфекционных заболеваний, которые имеют наибольшую социальную значимость. Есть онкология, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания. При выявлении факторов риска к развитию патологии проводится консультация и назначается лечение. На диспансеризацию обычно мы берем биохимию и общий анализ крови. Также берем на инфекции. На профилактическом осмотре планово проводятся общие и биохимические анализы крови, ЭКГ, флюорография, маммография. Диспансеризация позволяет проверить свое здоровье без лишних трат. Все расходы берет на себя государство. От пациента необходим только полис обязательного медицинского страхования. Согласно законодательству Российской Федерации, каждый пациент по согласованию со своим работодателем имеет полное право посетить отделение профилактики, пройти диспансеризацию и получить справку, освобождающую его от труда на один рабочий день. Единые дни диспансеризации помогают выявить заболевания на ранних стадиях и позволяют из года в год отслеживать динамику здоровья пациентов. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Престольный праздник отметили в Церкви Блаженной Ксении Петербургской, которая находится в деревне Слобода. Чтобы поздравить прихожан, священников видновского благочения и совершить божественную литургию, храм посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Сегодня в местный храм жители деревни Слобода и соседних поселков спешат с особым чувством. Здесь отмечается престольный праздник. Блаженная Ксения Петербургская, в честь которой построена церковь, считается покровительницей семейного очага и помощницей в благих начинаниях. Великая угодница Божия подвязалась в далеком от нас в XVIII веке и, конечно, восприняла на себя очень великий подвиг, подвиг юродства. И вот за эту простоту, сердечность, смирение, я думаю, что наш русский народ ее любит и почитает. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий приехал поздравить прихожан и священников видновского благочиния с праздником и провел божественную литургию. Храм Блаженной Ксении Петербургской был возведен чуть менее пяти лет назад благодаря усилиям одного из местных жителей. Церковь была освящена 9 июня 2019 года. Этот храм современный построил его благотворитель, местный житель на своей земле, который потом передал его собственность Русской Православной Церкви. Причем строил он этот храм с большой любовью, ответственностью. Более ста человек приняли участие в божественной литургии. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий обратился к ним и всем верующим с теплыми словами. Хотел бы, конечно, всем пожелать щедрой Божьей помощи, молитвенного такого духовного устроения, чтобы никакие невзгоды, которые обуревают и каждого человека, и наше Отечество, не смогли бы поколебать самого главного – веры. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видно это. В деревне Горки состоялся очередной этап соревнований по гонкам на выживание. Любители скорости и адреналина собрались вместе, чтобы показать свое мастерство и выявить быстрейшего гонщика. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В деревне Горки на трассе «Казачий дозор» прошел третий этап чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. В отличие от январских заездов, на этот раз повезло с погодой. Не было сильного мороза, и соревнования собрали 16 участников и много болельщиков. Здесь все больше и больше зрителей не только с нашей территории, с Ленинского городского округа, но и наши соседи близлежащие, в том числе уже города и области. Сегодня у нас 16 участников. Гонка обещает быть очень зрелищной, потому что погода позволяет. Здесь и парковка, здесь фудкорт, у нас здесь дежурит медицина, у нас здесь все условия совершенно предназначены. С детишками играют аниматоры, здесь все условия, поэтому приезжайте все, мы всем гостям очень рады. Как обычно, начались гонки с жеребьевки и квалификационных заездов, которые для представителей Ленинского городского округа сложились непросто. Трасса замечательная, чуть подснеженная, чуть со льдом. В принципе, сцепление у машины тоже хорошее. Получается ехать уверенно, ввиду того, что заснеженная трасса. Первый заезд у меня сложился неудачно, немножко меня развернули. Старт удался, но на середине первого круга было столкновение, и на огромной скорости въехало в это скопление машин. Но в итоге по ходу гонки, по ходу оставшихся пяти кругов, смог выправить ситуацию. Три машины я обогнал. В принципе, такую серединную позицию в итоговом протоколе по первому заезду здания. Гонки проходили в напряженной борьбе. Благодаря обледенелым участкам трассы происходили частые столкновения между пилотами, которые заканчивались вылетами в сугроб. Для участников это дополнительная сложность, но для зрителей элемент зрелищности. В таких непростых условиях в соревнованиях дебютировал гонщик Сергей Сидоров из Федюкова. Мне нравится контактная борьба, то, что можно как раз, нет ограничений в плане кого-то столкнуть, тебя столкнут. Меня вот этим вот зацепило, как говорится. До этого в трофе катался, там свои ограничения, а здесь как бы таких ограничений нет. За Сергея приехали поболеть семья и друзья. Всем зрителям запомнился баннер, который группа поддержки подготовила для своего фаворита. Первый раз выехал, собрала группу поддержки, чтобы его поддержать. Он об этом ничего не знал. Ну, я думаю, ему очень приятно, что мы ему устроили такой сюрприз с друзьями, с коллегами. По результатам заезда в гонщики набирали очки. До финала добрались несколько участников, а сильнейшим в этот день стал Андрей Березкин. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова